Он настолько хорошо погулял, что ему сейчас плохо. Не смущает даже то, что находится он в самом центре Москвы на Тверской улице. Ему не до этикета. Он нагибается, чтобы опустошить желудок и немедленно попадает в поле зрения охотников. Они в черной машине. Водителю тоже плевать на правила. Он сдает задом. Из автомобиля выходит мужчина и спешит гуляки. Они о чем-то беседуют. Пассажир иномарки, которая продолжает кататься против движения, представляется таксистом и любезно предлагает подвезти загулявшего мужчину. Тот садится в салон. Там он выпьет еще. На это и расчет. Жертву угощали коньяком. Да не простым, а с растворенным в нем психотропным веществом. Функцию мини-бара исполнял карман переднего сидения. Сюда засовывали бутылку. Когда человеку становилось плохо, ну или он засыпал, у него отбирали телефон, банковские карты и другие цены. Как раз такой случай. Пассажиру от адского коктейля совсем дурно. Нетвердой походкой он идет к сугробу и растирает лицо и руки снегом. В этот момент любезный попутчик перестает быть таковым. Вынимает у жертвы из кармана телефон и скрывается в неизвестном направлении. Гаджет – это самое незначительное, что потеряла жертва. Завладев телефоном, злоумышленники получили доступ к личному кабинету онлайн-банка. Это как раз тот случай, когда великое благо технического прогресса оборачивается большим злом. На мужчину взяли кредит в 5 миллионов рублей и обналичили деньги в ближайшем банкомате. Никита – еще одна жертва лжетаксистов. По словам молодого человека, он даже не садился в машину. Его обездолили прямо на улице. Тверской. Какой-то мужчина подходит, спрашивает время. Я отвечаю время. Он увидел, что я достал телефон. Подъезжает машина, там сидит какой-то другой мужик. Он начинает кричать на него, типа, мол, это ты обидел этого пацана, это он про меня говорит. Он подтолкнул меня резко, я даже сначала не понял, типа, что, просто, может, споткнулся или что. Потом у меня наушники были на блютусе. Музыка пропала, я понял, что телефона нет, а чувак уже убежал сразу. А тот, который в машине, просто уехал. Схема та же, отобрали телефон и взяли кредит 2,5 миллиона. Но однажды она дала сбой, ловкачей задержали на той же самой Тверской. Не иначе, как за работой, им оказались двое приезжих из ближнего зарубежья. По словам подозреваемых, ехали в Белокаменную они с добрыми намерениями. А чем занимаетесь? Работаете? Да. Где? Мойка или машину мою. За что задержан? Не знаю. Мощик машин лукавит. В полиции уже лежат 6 заявлений от потерпевших. И на всех взяты миллионные кредиты. Поэтому мужчины могут продолжать мыть. Только не машины, а сортиры в СИЗО, куда лжетаксистов уже припарковали на время следствия. Илья Кремнев, Петровка, 38.